Театральный критик Алина Шматова Александр, здравствуйте Здравствуйте Ну, раз у нас сегодня есть помощница Я первый вопрос предлагаю задать Мигале Если основываться на ваших предыдущих интервью То большую роль В вашем решении стать актером И вообще в вашей театральной карьере Сыграла, ну, такая хорошая злость И желание доказать Да А сейчас вы, безусловно, уже достигли степени известных Вот сейчас это желание доказать Оно сохраняется Или что движет вами в профессии Желание доказать Наверное, оно уже Как-то немножечко, может быть, и притупилось Или, может быть, даже не притупилось А перешло В какую-то другую категорию Скажем так Доказать не очень хочется Чего-нибудь кому-нибудь А вот разобраться В чем-то конкретном До основания А затем Вот это вот хочется Ну, еще Пока А доказывать уже не хочется Да и некому Да и нечего, если честно Понятно Вообще желание разобраться А разобраться в чем? Вот в чем конкретно? Ну, а актера что интересуют всегда? Люди? Люди, образы? Больше Разобраться в человеческой сущности Сущности Человеческой природе Да И в себе самом скорее Или в других? Да скорее в себе самом Куда уж до других В себе разобраться Ну, еще такой общий вопрос Об актерской профессии Вы выражали согласие С фразой Юрского О том, что Когда приходят ряженые Актеры Уходят из часа Да А в чем для вас Основное отличие Ряженых от актеров Настоящее? Ну, основное отличие В том, что они ряженые Что это Люди, не имеющие Никакого отношения К актерской профессии Которые просто Нарядились Артистами, скажем так И выходят там На сцену Или на экран Но это дело Не профессионализма То есть можно в принципе Или Ну, то есть это не дело Как каких-то технических моментов То есть можно быть Можно технически Допустим, там, не знаю Уметь Петя произносить текст И быть при этом ряженым Или нельзя Или для вас Вот профессионализм Это тоже включается В понятие Нет Нет Человек, который Отдает профессии жизнь Он профессионал А человек, который Делает это ради Так На потребу, скажем Или За деньги Пусть даже за очень большие Это ряженый И может наступить По-вашему такой момент Когда вот совсем Действительно Когда ряженых станет больше, чем актер В профессии исчезнет вообще Или все-таки она сохранится Нет Он наступить момент может И он уже наступил, я думаю Вот А актеры настоящие Они не исчезнут Потому что это же Не Это Это состояние Души человеческой Вот И пока живы люди Будут и актеры Живы человечество Скажем так Крупнее будет Живы актеры И если бы все-таки Не сложилось бы у вас Актерской профессии Кем вы бы могли стать? Шофером дальнобойщиком Почему именно шофером? А это была моя мечта С детства Вообще я не думал Что буду актером И представить себе не мог Что буду копаться В человеке так глубоко Я думал Просто буду возить его Крутить баранкой Продукты всякие Вотребление ему доставлять Из-за границы Ну шофер Это тоже вообще Профессия Которая отчасти построена На общении В общем-то Как бы Да И на перемене Даже То, что она не постоянно Да То, что Все время Все вокруг шофера Вокруг шофера Все постоянно меняется Как и вокруг актера Вот, наверное В этом они Родственные профессии Ну все-таки хорошо Что стали актеры К нашему счастью Я надеюсь А как вы относитесь к критике? Положительно Если это объективная критика Если это Критика человека Который Не пытается Самоутвердиться А пытается Искренне разобраться В том Что происходит На сцене Или на экране В самом популярном Спектакле Театра Массовет В рок-опере Суприк Супер 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 Звезда Вы сыграли Целых Четыре Роли Какая из них Самая любимая? Самая любимая И желанная Конечно же Пилат Я к этой роли Как бы Стремился Очень давно И Играю Уже Ее Наверное Сколько Я не помню Где-то Около года Может быть Около двух И я Я только сейчас Начинаю Что-то в этой роли Доставать И к чему-то Прикасаться Может быть Процентов На 80 То есть Представляете Все Сколько Впереди Еще Вот Ну а роль Которая Меня привела Это Савва Я ей благодарен Что она просто Привела Меня в этот спектакль Ну а сейчас Вот вы Савва играете Уже Так много лет Он сейчас Он интересен И как бы Он привычен К сожалению То есть Тоже на автомат Пришел Со стороны Так не кажется Ну и прекрасно Это значит Это доказывает Что я все-таки Могу обманывать Еще Зрителя Еще две роли Анна И Каяфа Да Они что-то Вам давали Ну Исключительно Исключительно Азартность Меня заставляла Играть эти роли Азартность Моя Врожденная Потому что Мне хотелось Узнать А смогу ли я Вот это еще А смогу ли вот это И когда я сыграл Без Синедрион Я был внутренне Как бы горд И удовлетворен А то что дали Ну Пожалуй Просто Как бы Чисто Тисситурно Позволили мне Попробовать Какие-то Другие характеры Но они Не сильно Отличаются От Савла Но Как бы Немножко Другая грань Синедриона Скажем так Предлагаю Сейчас Послушать Сон Пилата Про Пилата Хотели мне еще спросить Собственно Ну говорили бы ранее Что Пилат Вам всегда нравится То есть Когда еще саду играли И мечтали сыграть Пилат А почему именно Пилат И что именно А ты не могла это задать В эфире Сейчас Я могла Я сейчас скажу Нет Я просто Нет Вы говорили раньше Что В саду играли Что зацепить Пилата И даже Когда еще играли Саму То есть Пилат Сюда Бурой Который Вы стремились А чем Вас зацепил Пилат Очень страшно Держи Вы себя спрашиваете Пошу Где по Пилат Фига Почему В стране Туда не лазить Лежать Лежать Сюда Поплиже Ну супер Его Как ворон Подконочек Страшники Верит Какого Водина Какого Водина Нет Не важно Он похоже Свой Вод Который Сейчас А почему Такой Гримин Напеватель Последний Два Раз Почему Его Лич Не знаю Потому что Все в жизни Родновешено Все в жизни Родновешено Все в жизни Родновешено Вели На Свет Ну какая Классная Траза Да Да Что Все время Родновешено Спасибо Место Даже Непрошен Да Лишь Один Прощай Сля Прыгает Кстати Сейчас Вы Прыгает Песня Прям Прям Я Прочел Лишь Со Страдом Я И Все Прыгает Ну это Все спектакли Пока я не нашел Так Я Случай Сном Не мучил Причем Дальше Все Нормально Вот Первый Пилат Мы снова В студии Живого Радио Напоминаю Что у нас В гостях Артист Театра Имени Совета Александр Бобровский И еще Один вопрос По поводу Пилата Вы Говорили ранее Что Еще после просмотра Фильма То есть Когда вы еще Играли савла Вас всегда Привлекал Именно образ Пилата И вы хотели бы Сыграть эту роль А что Что именно Вас зацепило В Пилате Ну Если честно Как бы Говорить То Самое Первое То что Меня зацепило Это Мне понравилось То что Тональность Звучания Пилата В Рокопере Вот Той Американской Она Намного Выше И нервнее То есть Она даже Нервнее Иуды Хотя у Иуды Болю Как бы Прописаны Эти нервные куски Но самая нервная И Нервное Неправильное Слово Нервическая Даже Неврастеническая Роль Во всем этом Спектакле Это у Пилата Меня это Привлекало Но К сожалению Как бы Основной Исполнитель И партия Выписана Была Очень высоко А Все люди У которых Низкий Голос Или Баритон Ну Почему Так получается В природе Хотят петь Высоко И наоборот Те у кого Высокий голос Хотят петь Низко Вот И для меня Это было Всегда Недосягаемым И Из-за этого Как бы Из-за этого Я Наверное Не сильно Рвался К этой роли Я к ней шел Постепенно Осознавая В себе Как бы Этого Пилата Ищая его Внутри себя И вот Когда Появилась Возможность Я был очень рад Попробовать И сейчас Пробую С огромным Удовольствием Дай Бог Получится До конца С чем Звязаны Изменения Грима Пилата В последних Спектациях Да это Пробы Я думаю Что это Просто Пробы Мне не Думается Что Пилат Имеет Какое-то Конкретное Лицо Допустим Как Библейский Иисус Да Вот Иисуса Все Примерно Представляют Одинаково Ну И в фильме Мне кажется Иисуса Назарета Вот Там Как бы Вот этот Собирательный Образ Иисуса Он Показан А у Пилата Нет лица Конкретного То есть Вот Его нельзя Я думаю Сколько людей Столько и мнений Как выглядит Пилат Поэтому Я просто Пробую Какие-то Гримы Причем Даже Диаметрально Противоположные Я думаю Найдется Какой-то Один Который Меня В конце Конц Устроит И я его Оставлю А сейчас Это Пробы Только Пробы В Театре Моссовет Идет Два Мюзикла С вашим Участием Вам Интересна Работа В жанре Мюзикла Да Ничего Что Мюзикл Для вас Это же Синтетический Жанр Ну Мюзикл На Нашей Российской Почве Это Не очень Наверное Правильно Потому Что Мюзикл В американском Понимании Это Участие Актеров Которые Прекрасно Поют Нет Неправильно Скал Которые Хорошо Поют Которые Хорошо Двигаются Которые Хорошо Нет Опять Неправильно Которые Нормально Поют Которые Нормально Двигаются Которые Нормально Играют И Ну И нормальные Какие-то еще Сценические Данные Имеют Вот То Что Называется Синтетические Артисты Вот Это Вот Их Американские А Наш Ну Мюзикл В кавычках Все таки это выдавили и в нашем русском мюзикле это главное чтобы все таки актер умел говорить то есть все таки актерские все таки появилось какое-то мусорное слово актерские качества на первом месте умеет ли актер брать высокие ноты и поражать зал звучанием своего тембра на нашей почве это уже вторично а уж двигается он пластичен ли это уже наверное даже четвертые они третье на первый план выходит традиционные русские психологии до слова слова и это это правильно на самом деле мне кажется это было бы не вредно знать и всем остальным людям которые занимаются музыкальными проектами проблема в том что на первый план выходит слово но слово в переводе как правило и в переводе довольно низкого к сожалению качества большая проблема приходится подменять кстати иногда огрехи перевода каким-то там находками темпераментных замен например был у нас такой мюзикл кстати по по игре и в английском в английском оригинале звучало там you must вы то есть все эти слова имели абсолютно конкретно отдельно начать то есть это было четыре слова а в русском языке это перевелось под перевели по-другому и получилось любой игрок а да за срок явля то есть вот поэтому приходилось в району баба подворовывать подворовывать что все это долетело до зрителя более менее приемлемо виде вы считаете что слово важнее музыки она не важнее она неотъемлемая часть музыки имеется ввиду относительно и относительно песни потому что я не помню к сожалению кто по моему стрельникова царство небесное очень хороший педагог по дыхательной гимнастике она сказала что в италии бытует такое определение песни что это протяжная речь повышенной эмоциональности так что прежде всего это речь и смысл и тема а уже потом все остальное музыка тембры и тесситуры и прочее а все-таки на ваш взгляд что касается театра проще донести до зрителя слова в драматическом спектакле или все-таки с помощью музыки с помощью проще проще попасть в самую в самую серединку души конечно с помощью музыки потому что музыка помогает эмоционально пробить еще как бы путь к сердцу человеческому мне кажется и вот второй мюзикл с вашим участием доктор джекил мистер хай какому ваше отношение к самому мюзиклу и к вашему герою в этой медики ну как мое отношение я отношусь к этому спектаклю да вот постараюсь относиться соответствовать тому образу который написал брикус стараюсь соответствовать не так много у меня для этого возможностей там есть написанных автором но есть финальная предфинальная ария над убиенной люси я называю эпитафия вот которой я пытаюсь объяснить зрителю зачем собственно вышел на сцену в самом начале вот не знаю насколько это удается как бы ваше отношение к французским мюзиклам ставшим очень популярным в последнее время это имеется ввиду ромео джульетта и нотердам они тоже хотят как американцы иметь свои мюзиклы и по моему вот с нотердама им удалось но там помимо того что неплохая музыка но все-таки это гюго а гюго и без мюзикла очень даже неплохо существовало мне кажется а какой музыкальной постановки вам самому хотел бы принять участие музыкальный наверное но это так сейчас совершенно слету говорю никогда об этом не думал сейчас а вот неплохо было бы если бы все равно до биржерак сделали сделали те самые бриппус и лайт хором которые я слышал да я думал что это мне в голову пришло окажется тоже давно и кому бы вы там сыграли все равно хотелось бы конечно вот ну не знаю а вообще конечно хотелось бы попробовать себя в чем-то вот в таком классическом оперном просто попробовать я я даже и мысли не допускаю что я сумел бы спеть это как поют великие наши оперные артисты мои современники ну попробовать хотелось бы так я думаю мы сейчас придем с небольшой музыкальной паузы послушаем как то как раз таки и питая фильмы дубиены сей ну давайте липун он как он намного круче хотят его однажды я сейчас кто-то заставил не подсказал не знаю вы смотрели последний спектакль лучше когда я дальше начинаю петь где ближе к нему не подходя к нему так лучше спасибо Говорит, Данечка, поднимай за что? Ну да, он как бы, он растеял, видит это и... Ну что, да? Да. Потому что, действительно, это тот самый вариант, когда нечем делать это хорошо, ну что ты. Короче, не надо заниматься, не хорошо. А как вам еще наши, это... Всё. 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 Так, собственно, предоставляю слово Галине для следующего вопроса. Да, мы вернемся к драматическим спектаклям, потому что Александр Алексеевич как раз... Его роль очень разнообразна и многоплановая, он может сыграть как мюзикл, так и классическое произведение, в частности села Степанчика Достоевского, но вот с самой Пискиным произошла довольно интересная история, потому что ввод был экстренным. Вот как на вас повлиял вообще этот срочный ввод? Вы открыли, может быть, что-то, не знаю, новое в профессии хотя бы, на каком-то хотя бы уровне? Да не сказать, что я открыл что-то новое. Нет, новое я ничего не открыл, слава Богу, всё как бы уже давно открыто. Просто это же наркотик, и я имею в виду профессию нашу. И бывают наркотики хорошие, хорошего качества, от которых просто взлетаешь и летаешь, летаешь и летаешь. А, наверное, бывает, я, правда, никогда не пробовал, а бывают наркотики плохие, от которых голова болит только и всё. Так вот здесь был наркотик хороший, потому что я попал в удивительную компанию с восхитительным артистом Сергеем Юрским, с которым я, правда, уже до этого поработал в предбаннике, но, тем не менее, это совершенно другой опыт, поскольку здесь иметь в партнёрах такого мастера – это дорогого стоит. И вот эта неделя, сколько у меня осталось всего для ввода, было времени, эта работа с профессионалом высшей вообще пробы, было ощущение, что я работал окутанной пуховой периной, что я не мог плохо ввестись или там ошибиться или подвести кого-то в такой ситуации, потому что ну просто этого не могло быть при наличии Сергея Юрьевича. И наличии причём его не только на сцене, а именно при наличии его за сцену, как он с актёром работает, с партнёром, как он помогает. Это фактически неощутимо. Ведь самый высший пилотаж партнёра, актёра величайшего и режиссёра Юрского, я считаю, в том, что когда ты актёр, думаешь, а как я хорошо здесь вот придумал, а это не ты придумал. Это тебе помогли. Вот это, я считаю, высший пилотаж. И вот мой ввод, я считаю, ну он был, естественно, наполовину бессознательный, на большую половину бессознательный. Но во всём случае до сих пор я ещё пока, конечно, не могу сказать, что я плаваю как рыба в воде, вообще не могу сказать, что я плаваю, пока что я там трепыхаюсь. Но все, кто видел, и все партнёры, которые на сцене, присутствуют, все говорят, что это неплохо. Ну, я верю, но пока я сам в этом не убедился, этого не существует. То есть сейчас пока вот на данный этап, на данный момент, когда уже прошло несколько спектаклей, это ещё поиск? Ещё, конечно. И, по-моему, очень ещё большой поиск. Очень большой. Ну, это же Достоевский. Ну, как можно Достоевского? Ряженые умеют сразу. Вот в чём я им ещё, кстати, завидую. Раз надел костюм, уже сыграл Достоевского. Какая ерунда. А я так не умею. Поэтому пока не режу. Слава Богу. Ну, конечно, слава Богу. У нас есть вопрос в чате. Сдаёт его некий Норберт. Александр, я знаю, что вы озвучивали моего тёзку в небезызвестном мультфильме «О бобрах». Расскажите о ваших впечатлениях о дубляже мультфильма. Есть ли в этом сложность для драматического актёра? Ой, это очень интересная штука, озвучивание мультфильмов и фильмов. Потому что это какая-то совершенно другая сторона актёрской работы. Когда голосом можно попытаться что-то исправить, а можно ведь что-то испортить. И в данной ситуации, когда ты смотришь видеоряд, ты понимаешь, что ты должен только улучшать. То есть ухудшать ты не имеешь права. Потому что люди уже всё сделали и тебе доверили просто донести до определённого слоя, языкового слоя понятия того же мультфильма. Поэтому это очень интересно было. А самое удивительное, что до этого был кастинг актёрский, голосовой. И когда нас с Антоном Дёровым утвердили меня на старшего «Бобра», а его на младшего «Бобра», причём он на четыре минуты позже родился, поэтому младший. И когда американцы узнали, что фамилия Бобровский, они были очень рады, что утвердили именно меня. Причём сначала утвердили, а потом узнали, как оказалось на этом Никеля Дионе. Так, ну что, прорываемся ещё, надо мы заканчиваем. Давайте мы его послушаем. Да, я думаю, что «Белая гвардия» — это тоже, опять же, классическое произведение, как и Фома Афискин. И вы тоже там коллегно, по-моему, представляете, играете Шервинскую. И вот исполнение «Петаламы», собственно говоря, сейчас прозвучит в эфире. Да, пока ждём от наших слушателей ещё вопросов в чате. Ну, у нас были вопросы в чате. Марина не могла бы не удивиться. Ну, естественно. То есть у вас уже театр? Нет. Кромограф, это здорово, да? Это весело, это ещё весело. А эти ещё же, эта самая «Орока», которая выведена вот эту вот ферию. «Орока». Да? Это же удивительно совершенно. Причём мы обладевали, ну, «Бобра» мы с «Бобра» и «Трициклис», потому что когда «Бобры» не похожи на «Бобров», мы через там «Три часа», «Четыре часа» уже привыкаешь к этому. Ну, «Бобры», «Бобры». Ну, бывают такие «Бобры». Ну, вот такие «Бобры» в этот раз. Но когда в этом самом, в реальной жизни «Рока» я выявил, что это «Кенгуру» оказывается, а это оказывается лягушка, а это «Черепаха». Ну, там только «Еленика» был похож, потому что корова с рогами. «Бобры», «Бобры», «Бобры». А остальные? Да. Всё. И ещё тема там тоже про компост, обвинуться. Снова возвращаемся в студию живого радио. Дарина, перейдём к спектаклю «Предбанник». Да, логично, наверное, от Фомы перейти к «Предбаннику». Это опять Сергей Юрьевич Юрский. Вот. Вы сказали в одном из интервью, что для вас один из признаков идеального спектакля… Ну, вы говорили о одном из первых спектаклей, дорогая Ирина Сергеевна, о которой ещё пойдёт. Вы говорили, что вот один из признаков идеального спектакля – это то, что его можно играть в любом пространстве. Да. Вот как с идеальностью «Предбанника», как он перенос на большую сцену и гостролю в Петербурге на большую сцену? Ну, мне кажется, перенос прошёл нормально совершенно. Единственное, я не могу сейчас сказать, надо ли это на самом деле спектаклю. Вот. Но перенос вполне нормален. И тема спектакля, слава богу, не потерялась от увеличения пространства. Вот. Так что… Вполне. И я думаю, что «Предбанник» относится именно к этой категории спектаклей, которые можно играть в любом пространстве. Да. Абсолютно. При том, что он точно технически выстроен, при том, что там такая жёсткая не застойка, всё равно действительно на большой сцене это смотрелось вполне достойно. А в связи с дорогой Ириной Сергеевной тогда, насколько я понимаю, ну вот для наших радиослушателей это один из первых, да, ваших спектаклей? Большой, да, такой. Вот. Вот. И, насколько я понимаю, это был такой экспериментальный спектакль, довольно жёсткий, жестокий, можно даже сказать, спектакль, который такой на грани между вот… по накалу страстей, потому что там происходило, это такой буквально уже на грани спектакль. сейчас вы бы согласились сыграть в чём-то подобном, в чём-то таком экспериментальном, жёстком, новом? Я не могу назвать это новое, это жёсткое, это просто это настоящее. А играть настоящее всегда трудно. и не хочется, чтобы это выглядело, как это называется, медицинским термином каким-то, не помню, ладно, бог с ним, не хочется, чтобы это выглядело каким-то препарированием над человеческими страстями, а хочется, чтобы это имело всё-таки какой-то момент искусства. Обязательно должен быть момент искусства. И Елена Сергеевна, я считаю, что она при всей своей жёсткости, она имела именно этот момент искусства. И жёсткость там была, я считаю, именно выражена приборами и способами искусства, а не натурализацией, скажем так. То есть, если сейчас какой-нибудь режиссёр, который внушает вам доверие, пригласил бы вас в что-то подобное такое, вы бы согласились? Согласился бы. Да не обязательно, чтобы он мне внушал доверие. Просто достаточно поговорить с человеком, с режиссёром, и всё станет ясно насчёт его устремлений. Ну, ещё один спектакль, который играется на малой сцене театра Совета, это спектакль «Заповедник». Как вы считаете, актуален ли сейчас спектакль на советскую тему? Конечно, многие удивительные совершенно находки этого спектакля потерялись, потому что они были хороши для людей, для которых вот эти вот впечатления, ощущения были ещё очень свежи, с закрытого этого железного занавеса, нехватки продуктов и прочее, прочее. Сейчас, конечно, что-то потерялось, но всё равно мы же стараемся играть не про строй, а про души людские, про поступки. Так что я думаю, что актуальность сохранилась пока. Ну, а вот ваш герой Лёнечка, он такой в этом спектакле, который, конечно, в общем, о человеческих отношениях скорее более, нежели о каком-то конкретном строе, но всё-таки Лёнечка – это такой очень атрибут, скорее, советского времени, вот такой стукач, которому выгодно было так существовать тогда. А такие персонажи, как Лёнечка, сейчас, как вы думаете, они есть? Конечно, есть. Но они всегда сопровождают нас, никогда нас не оставляют, слава Богу. Потому что, если бы не было их, то ни с кем было бы бороться, некого было бы опасаться. А они стали страшнее или остались такими же? Или вообще, то есть, их вот роль она изменилась как-то? Нет, я думаю, что они свою функцию так и выполняют в наше время, только они немножко видоизменились, может быть. И если там, допустим, Лёнечка тогда был стукачом, я не знаю, там, в институтской сфере, связанной с КГБ, то сейчас эти стукачи, я не знаю, находятся там в финансовой сфере, в банковской сфере. Когда, вот, говорят, люди идут по трупам. Ну, это Лёнечки же идут. И трупы эти они совершенно оправданно создают. Потому что, ну, уже надо подняться. А никого нет, ни камня нет. А делать бетонную глыбу надо же учиться, потом изготавливать какие-то бетонные эти формы, заливать, ждать пока вышли. А здесь стоит человек, его можно просто, ну, убить там или нагнуть, вот, чтобы он упал, на него забраться и влезть. Всё. А как вы думаете, с Алихановым Лёнечка тоже мог бы поступить так же? Вот именно со своим, как бы, другом-приятелем? Я бы не называл его другом и приятелем. Он именно тот мостик, по которому ему хотелось взобраться и которым хотелось, может быть, воспользоваться, чтобы подняться на вот эту вот для него высоту, для Лёнечки. То есть, это радость вначале, это совершенно всё наигранное, ну, вот, когда он видит Алиханова вначале? Лёнечка уже такой человек, что там нельзя сказать, что наигранное, что естественное. Там всё настолько срослось, что спроси у него у самого, у самого вот где-то что внутри, попробуй ответить себе, ты искренне радовался сейчас или ты обманывал? И он растеряется, он скажет, не знаю. Да, наверное. Потому что это уже просто перешло в какое-то совершенно естественное состояние, перепутанное, мочалкообразное. Так, у нас есть ещё вопросы в чате. Александр, расскажите, как Вы отдыхаете и любите ли Вы путешествовать? Я люблю отдыхать по-всякому. Главное, отдыхать. Путешествовать. Я раньше очень любил путешествовать, сейчас делаю это редко и крайне редко. Хотя, ну, наверное, люблю путешествовать. Но сейчас, если раньше мне для путешествий достаточно было одного желания, то теперь мне для путешествий нужны какие-то там уже условия, какой-то комфорт. Вот, уже просто в палатке мокнуть уже не хочется. Хочется, чтобы какой-то, какой-никакой гостиничный номерочек был. Вот так. Гость под неоднозначным ником Восьминог задает вопрос. Александр, что Вы думаете о роли Ивана в сказке «Шиворот на выборок»? Что я могу думать об этой роли? Мне, думаю, я её уже сыграл. А уж насколько хорошо, это, скорее всего, отвечает не мне, а зрителю. Александр, скажите, пожалуйста, ходите ли Вы в другие театры? И какое последнее впечатление от театрального спектакля Вы получили? Я очень редко хожу, к сожалению, в другие театры. Хотя интересные постановки часто встречаются. И друзья приглашают, и знакомые говорят, что какие-то интересные постановки. Но как только я собираюсь на постановку, у меня тут же появляется мой спектакль в то же самое время. Поэтому раньше я по этому поводу нервничал, расстраивался, а теперь как-то смирился. Так что выбираться на чужие спектакли приходится редко. Но если выбираюсь, то, как правило, радуюсь. А последний, да, какой был последний? Ой, наверное, не вспомнил. Было так давно? Да, давно. Не помню, даже врать не стану, не помню. А хотели бы Вы попробовать себя в роли режиссера? Хотел бы, только не научиться. Потому что это отдельная профессия. Ей также надо учиться, как и актерское мастерство. А какой бы спектакль Вы поставили, если бы Вы все-таки были режиссером? Не знаю, не знаю. Для этого надо быть режиссером. Ласку спрашивает, Вы что-нибудь коллекционируете? Да нет. Нет, не коллекционирую. Такое вещественно не могу сказать. Нет. Ну, если как-то исключительно по профессии, то, наверное, характеры людские. А помимо актерств, помимо работы, чем занимаетесь? Я очень люблю быть на своих маленьких шестисотках. Да. Люблю там чего-нибудь строить, чего-нибудь сажать, рукодельничать. Люблю ездить к друзьям к своим. Тоже в гости. Какие-нибудь бани какие-нибудь. Рыбалки. Рыбалку люблю очень. Вот что я люблю. Рыбалку. Но тоже получается очень редко туда выбираться. Так. Предлагаю сделать еще одну небольшую музыкальную паузу и послушаем романс. Да? Какой? Да. Сомнений. Давайте. Кто-нибудь. Ох... Блин, Гарелая, это не тудра нас! Ну не важно. Сейчас мы скажем, что это был Сонс Красный. Не переживайте. Расспокойтесь. Там уже написано, вы сказали, шесть. Это собственно. Все, ладно, все, ладно. Вот так неплохо АКП, наверное. Да, да. Он меня, потому что меня уже, когда они достали, когда я сказал, говорю, все, тогда я поеду, это АКП. Это уже вот один из финалов, когда уже у меня севший голос. И я поняла, что через какое-то время я начну убивать этого человека. А мне хотелось этого делать, потому что думаю, все-таки мы красивыми вещами занимаемся. Можно спрашивать про центральный архив сначала? Нет, у нас еще время было. Время, кстати, нет. 10 минут? 1? 13? Нет, естественно. Поставь этот на финал, когда уже все закончится, просто перекинули вместе по радио, которое будет в эфир, вместе с песен, поставь этого. Дудук. Дудук красивый, да? Да. Сам по себе инструмент, насколько красивый, правда? Да. А знаете почему? Да. Потому что он очень близок по темпу. Он начался на голос. Да. Поэтому он такой проникновенный. Угу. 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 Так, мы снова возвращались в студию живого радио. К сожалению, произошла небольшая ошибочка. Это были не сомнения, а солнце красное. Ну да. Один, наверное, из лучших романсов. Так что я думаю, что не зря мы его послушали в эфире. Скажите, пожалуйста, о проекте «Театральный архив». Это, конечно, у нас передача называется «Театр на изнанку». Мы говорим о театре, но все-таки это хоть стиль передачи, она связана с театром. Вам интересно там было работать? Безумно. Во-первых, это делал мой очень хороший друг Елена Никитана, режиссер этого, как бы, и автор этого проекта. Работать было безумно интересно по нескольким причинам. Во-первых, все люди, которые были заняты на этом проекте, вот у них была одна группа крови, что говорится. Когда все там обслуживало, ну где-то человек, наверное, десять, я просто не хочу по именам перечислять, потому что боюсь кого-нибудь забыть. Поэтому десять или пятнадцать человек все работали на тебя, на одного. Я там был один актер в нескольких лицах. И это, помимо всего прочего, налагает такую ответственность бешеную на тебя, на меня, как на актера, что ты не имеешь права отнестись к этому там правой ногой или левой рукой. Ты должен на сто, сколько угодно процентов включиться в работу и сделать максимально, сколько ты возможно. Вот, что я и старался делать. Ну, помимо прочего, очень много узнаешь, когда занимаешься такими проектами. Просто для себя, для общего развития. Здесь недавно очередной был вопрос насчет репертуарных театров и театров антрепризных. У меня моментально всплыло то, что было в театральном архиве, что лучше, когда четыреста человек принесут по рублю, чем один человек даст тебе четыреста рублей. Вот и все. И весь вопрос сразу снимается насчет антрепризных театров и, как бы, репертуарных. А тех персонажей, которых вы играли, ну, в частности, Аполлона Григорьева, это был ваш выбор или это вам режиссер предлагал? Нет. Все, что, все, что, все образы, это режиссерские, конечно, предложения. И мы долго обсуждали, какой он. Ну, это очень интересная работа. Очень интересная и обоюдная. Вот когда у режиссера, у актера и у оператора одна группа крови. То есть мы все вместе, мы все вместе. Мы вместе делали одно дело. Одни вот эти вот, не знаю, десять минут, но это были самые лучшие наши десять минут. Наших троих людей. Продолжение, возможно, будет? То есть, может, и будет продолжаться? Будет, будет, конечно. Будет, я правда не... Даже Лена говорила что-то там по именам, но я сейчас не вспомню. Обязательно будет, конечно. Ну, как можно бросить такую диверсию? Очень хорошо. Наша программа называется «Театр на изнанку». Что для вас «Изнанка» театра? Хотите, я вам расскажу, что такое театр в моем понимании? Конечно. Тогда, может быть, вы сами для себя определите, что такое «Изнанка». Для меня само искусство театральное, это вот вы представляете, в парадоксе, когда абсолютно голый человек выходит на сцену, на которой стоит бутафорское окно и зал, ну, полторы тысячи человек, зрителей. Он аккуратно крадется к бутафорскому окну, за которым никого нет, прикрываясь полотенцем, чтобы никто из бутафорского окна, за которым никого нет, его не увидел. Аккуратно задергивает шторы на бутафорском окне, за которым никого нет. Затем спокойно поворачивается к зрительному залу, в котором сидит полторы тысячи человек разного пола и возраста. И начинает совершенно откровенно и открыто вытирать свое тело. Вот это и есть театр. Когда человек закрывается от бутафорского окна и открывается настоящим людям, ну, как бы наоборот. Вот это и есть театр, наверное, наизнанку и наоборот. А как складываются отношения с кино и тогда Ваши отношения к кино? У меня с кино, к сожалению, никаких отношений не складывается. И я не очень сильно страдаю по этому поводу. Потому что кино – это особый род искусства. Он чем-то похож на театральное искусство, но в то же время он совершенно другой вид искусства. Ну, у меня не полудня и складываются отношения к кино. Не складываются. И я, честно говоря, не очень страдаю по этому поводу. Потому что кино интересно, но, опять же, как к нему относиться? Если к нему относиться как к месту, где зарабатываются деньги и популярность, то мне такое кино не интересно. А если это момент искусства, то, опять же, необходима группа людей, у которых будет одна группа крови. А такое в кино очень редко случается. Если бы Вам предложили написать Вашу автобиографию, как бы Вы к этому отнеслись и что бы Вы мне написали? Я один раз как-то пытался написать ее. Кстати, вот когда должен был ехать в Вену с Онегином, меня попросили, напиши автобиографию для посольства. Я долго мучился. Сначала у меня получилось там листов на пять. Потому что я там, ну, то есть, совсем всякие мелочи. Потому что, да нет, ну что тут, совсем коротенько. И коротенько получилось где-то пять строчек. Родился. Кончил школу. Поступил в техникум. Служил в армии после техникума. Поступил в театральное училище. После театрального училища приемли театр и медсовета, где работаю до сих пор в качестве артиста. А можно еще по поводу биографии вопрос? Вот и изнанки тоже театра опять же. Ну, сейчас выходит очень много всевозможных биографий, где раскрываются, ну, автобиографии, где раскрываются какие-то закулисные интриги и так далее. Вот как вы к этому относитесь? И есть ли какие-то книги уже там, может быть, и не автобиографии, но книги о театре или книг, не знаю, актеров, людей, работающих в театре, которые очень на вас повлияли и как-то изменили ваш взгляд на мир и на театр? Нет, таких книг, слава богу, нет. Ну, за исключением, там, то, что я читал перед тем, как поступать в театральное училище, там, Захаву, Вахтангова, Станиславского... Чехова Михаила, да. Нет, тогда Михаила Чехова я еще не читал, потому что его очень сложно найти здесь у нас. И что-то я... А, да, книги вот только те на меня повлияли. А насчет интриг в театре, ну, если эти интриги не мешают работе, ради бога, они даже какую-то пикантность придают театр. Но они, как правило, мешают или не мешают? Как правило, мешают, конечно. Понятно. Ну, еще по поводу изнанки. Существует мнение о том, что в актерской профессии вообще в театральной среде очень трудно добиться без вот тех качеств, которые, собственно говоря, есть у Ленечки, то есть вот без способности ради роли пойти чуть ли не на все и, как бы, вот способности в этих интригах существовать. Мы с этим согласны? Это актерское качество, в принципе? Или без этого можно пробиться? Это не актерское качество, это бойцовское качество, скажем так. Для человека, который поставил себе цели к ней стремиться, такие качества должны присутствовать. Ну, может быть, не в той форме, в которой они присутствуют у Ленечки. Вот. Но умение находить компромиссы, оно необходимо. И не только в актерской профессии, а в любой. Да. То есть бескомпромиссным в актерской среде существовать надо? Тем более, тем сильнее, скажем так, именно в актерской среде. Бескомпромиссно существовать невозможно. Бескомпромиссные люди, они, как правило, ну, я не хочу сказать, гибнут. Они либо уходят, не сдаваясь. Как предварительно. Да. И не снеся, как бы, свой этот флаг непонятный, для кого и для чего. И бескомпромиссность в данной ситуации, в ситуации актерской, она ведь вредит только театру. Ведь актер же выходит на сцену не для того, чтобы я, а для того, чтобы вы. Поэтому компромиссы необходимы. И режиссеры тоже? Ну, режиссеры не выходят на сцену. На сцену выходит актер. У нас есть еще несколько интересных вопросов в чате. Во многих спектаклях в руках ваших героев появляются музыкальные инструменты. Играете ли вы сами на каком-нибудь музыкальном инструменте? Да, я играю на гитаре. Я играю чуть-чуть на кларнете. И я научился играть несколько произведений на пианино. Несколько-то какие? Ну, лунную сонату, конечно же. Потом вторую сонату бетховенную. Ну, не так. То есть вам нравится бетховен, в принципе, как композитор? Не нравится. Ну, нет, он просто удобен для исполнения, скажем так. Еще вопрос про рыбалку. Кстати, какую самую крупную рыбу вы поймали? Сама, сама на 36 килограмм. Вау. Да, да, да. Тут вот чат требуется. Кстати, еще забыли в Исусе про пятую роль, про царя Ирода. А разве это пятая была? Да. Анна, Каяфа, Савву, Пилат, Ирод. А, да, конечно же, Ирод. Ну, Ирод, это была единственная роль совершенно. Она единовременная. Она один раз была сыграна. То есть это было условие изначальное мое. И как бы, что... Это не та роль, в которую я стремился, но которая мне нравилась всегда. И внутренне я знал, как мне казалось, как нужно ее сыграть. И попытался это сделать за один раз. Не знаю, насколько удалось, но второй раз я ее играть не хотел. Ну, интересно было. Получилось довольно интересно и по-своему, опять же. Да. Оригинально. Она спрашивают, а будет ли сегодня капельное пение? А капельное? Да. Просто у нас герои, когда приходят, если они умеют петь, они обычно поют что-нибудь. Ну, давайте. А мы требуем бирюзовые золотые колечки из заповедника. Бирюзовые золотые колечки Раскати-кати-кати-катились по лужку. Ты ушла, и твои плечики скрылись в ночную мглу. На кустой, на травушке, муравушке Не сыскать рассыпанных колец. Нет тебя, души моей забавушки Видно счастьею конец. Пой, звени, гитара милая Разгони-гони-гони тоску печаль. Эх ты, жизнь моя постылая, А ничего тебе не жаль. Бирюзовые золотые колечки Раскати-кати-катились по лужку. Ты ушла, и твои плечики Скрылись в ночное мгло. Браво. 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 Ну, спасибо. Так, к сожалению, у нас эфирное время подходит к концу. У нас осталось три минуты. Что бы вы пожелали на прощание нашим слушателям и зрителям? Вот, эту камеру в черную. Ну, что бы я пожелал бы. Здоровья самое главное. Чтобы все желания все-таки сбывались, хоть и заредко. Потому что все они все равно никогда не сбудутся. Вот. И любите театр.